Она утонула. В школе на грузовике подъехали вооружённые люди и открыли стрельбу. Нет, парень! Нет, парень! Дорогие друзья, вот это маленькое видео будет предварять 4 эпизода моей программы «Память не изменяет». Я записываю его сейчас потому, что обычно мы с коллегами снимаем мои программы пакетами по несколько штук. Вот в начале февраля мы записали 4 программы, и всё это было до 16 февраля, до дня, когда пришла новость об убийстве Алексея Навального. Я записывала программу про Анну Политковскую и, кстати, сравнивала, как Путин говорил после её убийства и после вот этого покушения на Алексея Навального. «Мы этого не делали», он говорил, «мы этого не делали, потому что нам невыгодно, нам не надо. Нет, вам надо, вы её убили». Обо всём этом я говорила, не зная, что случится через несколько дней. Но я знала, что диктатор, разверевшись, загнанный в угол, не остановится ни перед чем. Дальше уже был, в общем, только вопрос времени, на чьей стороне оно окажется. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Анна Немзер. Эта программа «Память не изменяет» — совместный проект «Дождя» и архивы российских независимых медиа. Давайте, что ли, музыки послушаем сегодня? И пускай Ермо тяжело, но у нас есть скрепы, скрепы, мы все здесь заодно, с нами деды и скрепа. Пусть наконец все узнают, что есть на земле такой народ, у которого есть царь, над которым есть бог. Это песня группы Каста, называется она «Скрепы». Вот про них я сегодня и попробую поговорить. Песню эту, большое важное произведение, я ещё потом процитирую. Итак, скрепы. Если вбить в поиски на сайте архива российских независимых медиа слово «скрепы» и задать поиск не с последних упоминаний, а с самых ранних, то одной из первых в выдаче ты получаешь статью Александра Привалова 2004 года, точнее пересказ этой статьи с большими прямыми цитатами на сайте Центра САВА. Статья называется «О делёжке», и там речь идёт про кризис либерализма. Это очень характерно. Это точно не первое употребление слова «скрепы» в медийном пространстве новейшей российской истории, но я начну с него, потому что оно мне кажется важным. Привалов полностью поддерживает тезис о том, что необходимо признать легитимность Владимира Путина. Тут я вижу основу для той самой консолидации, которая складывается и всё никак не складывается. Самое страшное, что было в новой истории России — февраль 1917-го, развал государства, за которым немедленно последовало практически полное уничтожение всех общественных скреп, исчезновение элементарных условий для жизни, сколько-нибудь похожей на человеческую. Мне, честно говоря, непонятно, чем так напугала Александра Привалова в феврале 1917-го года по крови и разрушительности, и террору, несопоставимый с октябрьским переворотом того же года. Но у всех свои фобии важно другое. Если самое главное, как пишет Привалов, это не допустить распада государства, не допустить новый февраль, то у нас есть на этот случай рецепт, и это признать легитимность Путина. Дело происходит в 2004 году, в апреле. Путина вроде как месяц назад выбрали. И что в точности значит сейчас заново признать его легитимность, это вопрос открытый. Видать, как-то сомнения, что ли, возникли? И вот на эти сомнения Привалов отвечает так. Президент, хорош он или плох, не просто институт, гарантирующий целостность и стабильность страны. Это сегодня единственный, здесь и далее выделен автор, такой институт. Если вдуматься, странная логика, а почему он один этот институт? А если так, то хорошо ли это? И не направить ли усилия на то, чтобы еще посоздавать институты другие? Это уже знакомое нам, если не Путин, то код. Это мы уже много раз слышали. Тогда реже, потом чаще. И, в общем, все привыкли смотреть на это без критики. Те, кто согласен, тот согласен. Те, кто не согласен, скорее не анализируют, а впадают в ярость и придумывают этого кота. Но вот впервые или не впервые, но отчетливо здесь звучит слово «скрепы». В облаке тегов «целостность» и «стабильность». Ну, «скрепы» что-то скрепляют, да? И еще самое главное. Пока еще не как оппозиция либерализму, а как нечто, что связано с его кризисом, как некая панацея, когда есть кризис. Это как-то забывается. Слово «скрепы» периодически звучит в таком около церковном контексте. 2007 год. Фракция «Народная воля», «Патриоты России» внесла в Госдуму законопроект о возвращении Российской Федерации на летоисчисления по юлианскому календарю. Это, с одной стороны, чтобы Новый год праздновать не во время рождественского поста, а, во-вторых, говорят, юлианский календарь астрономически точнее. Они так говорили. И тогда же звучит и тезис «Православие было и остается духовной скрепой российской государственности». Перейдя на юлианский календарь, мы бы подчеркнули особость нашей цивилизации. И в том же 2007 году происходит Всемирный народный русский собор, где принимают резолюцию о единстве церкви. Сегодня русская православная церковь является духовной скрепой целого ряда православных народов, объединенных общей судьбой. Она остается основой цивилизационной идентичности восточнославянского мира. Это такие некоторые контуры, в которых просматривается что? Крепкая связь церкви с государством, уникальность, главенство РПЦ и вот некоторый очень схематичный намек на отход от Запада, на вот эту особость восточнославянского мира. А параллельно с тем, в том же самом 2007 году Владимир Путин произносит знаменитую Мюнхенскую речь, которая звучит не то что как гром среди ясного неба, но неожиданно для всех, и для людей в России, и для наших западных партнеров. Мы видим все большее принадлежение основополагающими принципами международного права. Больше того. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и по сути во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государством. Ну, кому это понравится? Резкое противопоставление России и условного Запада, в первую очередь США. Предупреждение заранее «я сейчас буду говорить жестко, вам не понравится». Интонации, с одной стороны, человека глубоко обиженного, с другой – весьма агрессивного. Война холодная оставила нам и неразорвавшиеся снаряды. Россию нас постоянно учат демократии, но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Путин добивается того, чего хотел. Речь его не просто производит сильное впечатление, но и вполне меняет отношение РФ с США. Дмитрий Тренин пишет статью в New Times. Западная аудитория, которой в основном апеллировал российский президент, услышала, что главной угрозой международной безопасности в начале 21 века является силовой монополизм США, Россия полностью освободилась от зависимости от Запада, «Будущее принадлежит не США, а странам новой волны – группе БРИГ в Бразилии, России, Индии и Китае». В этой речи нет скрепа традиционных ценностей, но, безусловно, есть тот самый особый путь, на который никто не должен смеет посягнуть. И жесткое указание – посягают, пытаются, и мы не допустим. Этот текст – вы тут не забывайте, кто мы такие. И он будет с этого момента звучать много. Великая Отечественная война станет, как мы говорили, главным полигоном для обкатки этого тезиса. Вот одна из прошлых программ была этому посвящена. Но смотрите, что происходит. РПЦ подхватывает этот мотив. Много позже, в 1918 году, патриарх Кирилл, следующий важный персонаж путинского двора, вдруг произнесет в Болгарии следующее. Еще раз вам хочу сказать, очень ясно, что Болгарию освободила Россия. Ни Польша, ни Литва, ни другие страны – Россия. И здесь речь не о Второй мировой войне, речь об освобождении от Османской империи. Но вот ровно по той же логике, которую я пробовала описать в программе про парад 2005 года, неважно какая война, мы все на той одной единственной троянской. Главное, что Россия победила, Россия освободила, и самое главное, что про это забыли. Это, конечно, совершенно путинский текст, и его интонация такой долго сдерживаемой, но прорвавшейся обидой. Теперь сравните. Это интервью патриарха Кирилла в январе этого года под Рождество, за буквально два месяца до двухлетней годовщины начала полномасштабной войны в Украине, развязанной с его благословения. И это про церковь. Она стала опором православия во всем мире. Церковь наша не просто играет какую-то культурную роль и находится за полями общественной жизни. Там, на периферии, обслуживая пенсионеров. Она в центре жизни людей. Это знакомый путинский пафос. Мы тут не на обочине, мы тут главные. Вот про пенсионеров как-то не душеспасительно вышло у святейшества. Ну, что уж. Давайте еще одну музыкальную паузу. Группа Каст. Вот здесь мы переходим к патриарху Кириллу. Я не буду пересказывать биографию этого человека, включающую в себя крепкое сотрудничество с Комитетом госбезопасности. Подробные расследования про него, про бизнес-корпорацию РПЦ, про его яхты и резиденции. Очень подробно писали коллеги-расследователи. Я дам все ссылки. Связь Российской Православной Церкви с армией дошла до совершенно сюрреалистического уровня. В 2013 году для укрепления боевого духа в воздушно-десантных войсках России начали тестировать православный храм на колесах. На форуме «Армия» в 2020 году показывали камуфляжные рясы для священников и войсковые свечи цвета хаки. Православные священники освещают ракеты и автоматы, брызгают святой водой мобилизованных. В зоне боевых действий крестят российских солдат в мешках для перевозки трубов. Ну и, конечно, бригет. Конечно, вы помните часы бригет, которые у него сначала были на руке, потом их на фото закрасили в фотошопе, но не уследили, что они отражаются на поверхности стола. Ну вот это все. Я хочу поговорить про слова. В 2000 году он, тогда еще митрополит, до патриаршества еще 9 лет, публикует статью в «Независимой газете». Слова «скрепы» там нет, но есть традиционные ценности и жесткое противопоставление их ценностям либеральным. Фундаментальное противоречие нашей эпохи и одновременно главный вызов человеческому сообществу в 21 веке это противостояние либеральных цивилизационных стандартов с одной стороны и ценностей национальной культурно-религиозной идентичности с другой. Вот тогда кажется, что этот текст в светских кругах проходит относительно незамеченным. И вот где-то к середине нулевых, 2005-2007, этот мотив начинает нарастать. Привалов в 2004 году мы с него начинали, в некотором смысле повторяет митрополита только с двумя поправками. Со словом «скрепы» как таковым и с железным выводом, что никто, кроме Путина, их нам не обеспечит. В 2007 году Андрей Колесников пишет об этом в издании «Нью Таймс». Госкорпорация «Роснравственность» Путинской России, заходящей на третий срок, понадобятся идеологические скрепы. Русская православная церковь в последние годы неумолимо сближающаяся с государством, претендующая на лавры Госкорпорации «Российская нравственность», не в первый раз выдвигает тезис ущербности универсальной концепции прав человека. Декларация о правах человека, принятая Всемирным Русским Народным Собором, говорит о том, что есть ценности, которые стоят не ниже прав человека. Знаете, я вот это сейчас говорю, эти скрепы, эти ценности прозвучали уже очень много раз. И возникает закономерный вопрос, а что есть эти ценности, из чего они состоят? Так вот, я не знаю. Я понимаю, из чего состоят демократия и права человека. Это конкретные институты, права, процедуры их можно описать. Я хорошо понимаю, что стоит за словом диктатуры и репрессии. Мне хотелось бы понять, например, является ли милосердие, стержень, на котором строится христианство, вот этой самой ценностью. Но скорее описание этих ценностей строится на ощущении, ну, мы же с вами понимаем, особый путь и особенная стать. Я еще могу в эту топку подкинуть. Тот же митрополит Кирилл на том же соборе произносит. Радует, что в последнее время в нашем обществе появились многие серьезные попытки осмыслить самобытность России через призму ее духовно-исторической традиции. К исчислу можно отнести идеи суверенной демократии, реального суверенитета русского проекта переосмысления понятий империи. Но что есть этот русский проект? Одни загадки. И это уже очень знакомо. Не нужны ясности, нужен туман. РПЦ начинает дословно воспроизводить путинские приемы, начинает звучать в унисон с властью. В 2012 году до скреп добирается Путин. Вводит их в политический дискурс к ежегодному посланию федеральному собранию. Знаете, уважаемые коллеги, мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Дефицит того, что всегда во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей. Эти скрепы, я помню, тогда производят комическое впечатление. Лингвисты начинают искать, откуда он это взял. Довольно быстро докапываются до философа Ильина, которого Путин уже к тому моменту густо цитировал. Нашли, правда, еще скрепы в тексте Александра Калантай «Дорога к крылатому эрусу». Она там дает наставление молодым пролетариям, как любить друг друга. И действительно употребляет термин «духовно-душевные скрепы». Но Путин явно не будет цитировать «Апологета мировой революции». Исследовательница Ирина Левентина, проведя эту же работу по раскопкам скреп в путинской голове, пишет. Но вот когда про духовные скрепы вещают те же уста, что приглашали отовариться дубинкой по голове, призывали не жевать сопли, да-да, обещали мочить в сортире, да чего там все все помнят, это немного того, стилистический диссонанс. В этот момент это еще не очень серьезно. Скрепы эти выглядят достаточно идиотски, чтобы обращать внимание именно на стилистику. Но проблема в том, что то, что произносит уста, оказывается непосредственно связано с тем, что делает обладатель уст. Снова цитирую январское интервью Патриарха. Вернее, даже интересен здесь вопрос хорошо подготовившегося интервьюера. «В этом году мы уже можем сказать, что традиционные ценности стали частью института права. А вы при этом все равно продолжаете говорить о традиционных ценностях». Традиционные ценности стали частью права. Это так. В ноябре 22-го года был издан указ Путина, указ президента РФ от 9.11.22 номер 209 о подтверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Выделяем нужные теги. Значит, это у нас что все? Передаваемые от поколения к поколению, в основе гражданской общероссийской идентичности, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом, культурном развитии. Традиционным ценностям относятся жизнь, достоинства, права и свободы человека, патриотизм, гражданство, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья. Но это из недавних новостей. А вообще за то, что интерпретируются как попрание этих ценностей, жестоко карают по статье 148 УК РФ, это уже давно, примерно сразу после того, как Путин про скрепа сказал. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Эти изменения в УК были внесены после дела Пусси Райт. Первого того самого яркого, громкого дела, связанного с церковью, блистательно сработавшей акцией, поскольку, как известно, современное искусство выходит далеко за пределы конкретного произведения, Богородицу Путина прогони участницы пели, да? Я, строго говоря, этот текст столбил одно простое положение. Путин с Богородицей не заодно, они не работают в одном ведомстве, и он не выше ее по званию. И вот ровно этого нельзя было простить. Участницы Пусси Райт тогда сажали даже без статьи УК, ее срочно подкрутили позже. Но есть еще один важный момент, и я опять возвращаюсь к этому самому январскому интервью Патриарха, вернее, к вопросу, который так симпатоматичен. Я прекрасно помню, как еще раньше, тогда, 15 лет назад, вы уже тогда говорили о традиционных ценностях. В тот момент, когда многие политики еще так показательно морщились, дескать, какие традиционные ценности, если для народного благополучия, для благополучия государства, у нас есть институт прав человека, у нас есть демократия, этого достаточно. Вы говорили уже тогда. Я вот все думала, что это мне напоминает, я поняла, это вот ровно тот же самый прием, который использовался много лет прогрессивной общественностью, когда она пыталась оценить собственные ошибки из 90-х. И тогда говорили как? Мы думали, что рынок вывезет, что не нужна люстрация, что не нужна никакая работа с идеологией. Вообще от мысли, что нужно что-то делать с идеологией, у людей, живших в СССР, начиналась крапивница. И это была наша ошибка. Так вот здесь при помощи ловкой подмены используется тот же самый прием. Мы думали, что демократии и прав человека хватит, но нет, нужны скрепы. Ваше свидетельство, сейчас молятся, как мне кажется, больше всего вызывают к Богу наши ребята там, на передовой, в окопах, перед боем, принимая атаки неприятеля. Слава Богу, у нас уже появилось ощущение абсолютно неотвратимости победы. Она будет, мы ее добудем. Но люди продолжают гибнуть. Как успокоить, как дать надежду? Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное, может быть, с прямым соприкосновением с врагом, и он сознает, что мало шансов даже вернуться после этого задания. Другое дело, это командир, который находится, может быть, вне такой зоны прямого достигания со стороны врага, но принимает ответственные решения. Ну и так далее. По этой лестнице можно подниматься на самый уровень высокий. Это верховного главнокомандующего, надо полагать, которого явно тоже надо утешать. Господь не посылает народу испытания, которые он не способен вынести. Вот столько лет вы жили в условиях религиозной свободы. Вы построили храмы, открыли монастыри. Вы стали причащаться святых христовых тайн. Священники работают в вооруженных силах. Ребята исповедуются, причащаются перед тем, как идти в атаку. Вот уже совершенно как бы другое измерение этой духовной жизни. Вспомнив неожиданно после долгих лет службы в госбезопасности, что он вообще-то крещен, выдвинув смелую версию, что крестил его в 52-м году отец патриарха Кирилла. Я ему говорю, знаете что, похоже, ваш отец меня крестил. Вцар в церкви на Всеночной, проделав все это на публику, Путин по сути что делает? Он очень грамотно множит репрессивные инструменты и использует в этом качестве все, что Россия предлагает ему с лейблом самобытность. Великая Отечественная война? Да. Православие не вполне общо, есть у многих, а скрепы вот теплее, теплее. На спорт и технологии такой ставки не сделаешь. Таким образом, весь этот скрепный Франкенштейн, состоящий то из крепкого брака, то из жизни, жизнь тоже ценность, на самом деле пополняет несколько очень определенных функций. Первое. Вытесняет слово демократия из политической риторики и идею демократии из общественного сознания, подсовывает вместо нее какие-то пустозвучные суррогаты. Второе. Становится еще одним репрессивным инструментом много не мало. становится, уж простите меня, идеологической подстилкой для противоправных решений. Ну вот, Конституцию переписать можно, но нехорошо. А если сам Бог велел? Четвертое, самое главное. Уничтожает логику, в том числе логику христианства, призывающего к милосердию, не насилию. И просто логику. Врет и подменяет понятия. Например, говоря, что на войну люди идут умирать и элегантно умалчивая о том, что они идут и убивать тоже. И таким образом становится еще одним инструментом легитимизации войны. Когда мы говорим «Мы русские, с нами Бог», мне кажется, что лучшим доказательством является это огромное количество народа, которые сейчас, если не на войне, то точно помогают нашим воинам, чем только могут. Посмотрите, волонтеры, мы даже не представляли, какое огромное количество этих замечательных людей в нашей стране. Вот это и есть Бог, я прав. Да, там, где жертвенность, там, где человек отдает самого себя, там Бог. Почему? А потому что физическая природа человека во имя самосохранения предполагает динамику к себе, а не от себя. А когда мы идем добровольцами навстречу смерти, подвергаем свою жизнь опасности, откуда это, из какой материальной субстанции может произрасти сам этот подвиг отдачи своей собственной жизни? Ну, нету комментариев. Только свыше. Таким образом, простите, сейчас жестко скажу, не только скрепой являются легитимизацией этой войны, тут и обратное. Высшей проверкой существования Бога оказывается война. К христианству это не имеет никакого отношения, а к диктатуре непосредственно. Дорогие друзья, это была программа «Память не изменяет», которую я делаю на телеканале «Дождь» вместе с проектом Рима, архивом российских независимых медиа. Все ссылки к этой программе, дополнительные материалы и бэкстейдж ищите в телеграм-канале нашего архива, он называется «Свобода снова». Счастливо, увидимся через неделю. Оставайтесь на дожде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова